Производство CIP Animation и Синегрупп. Продюсеры Бруно Бьянки и Даниэль Марло. Режиссёр Бруно Бьянки. Авторы идеи Фабриза Кастиль и Бертран Виктор. Семейка Тофу. Свет, камера, кофе. Автор сценария Сандрин Лапревод и Жером Режбон. Ого! Вот это класс, Чичи! Из всей школы ты один стал финалистом конкурса с Горбеол Интерпрайзес. Правда, я не понимаю, как они могли выбрать тебя на основе фотографий с отдыха. Но всё равно! Отлично! Ты шутишь? Мои снимки были невероятно тёмными. То, что нужно для сгорбеолской атмосферы. Тему они придумали непростую. Сгорбеолы на протяжении веков. Погоди. Это классная тема. Нужен только сюжет, площадка и актёры. Вот и всё. Кстати, об актёрах, мистер режиссёр. Надеюсь, там найдётся роль для меня. О, что за лица, ребята? Наверное, с этими грибами я похожа на горбуна, да? Идём, Сюзи. Идём, детка. Э, коза и бабушка в лохмотьях, как горбун. Вы понимаете, о чём я? Понимаете? Горбун Нотр-Дама. Фил, ты бы сыграл ужасного сгорбеола, который приходит похитить прекрасную Эсмеральду. А Буба сыграет горбуна. А-а-а! Отличная идея, Чичи. Ты сразишь их на повал. Наконец-то я стану звездой. Поскольку Кабриус Ублисимус редкий, исчезающий вид козлов, требующий ежедневного ухода и заботы, с незапамятных времён они известны своей способностью собирать позитивную энергию. Кабриус Ублисимус – это четырёхмогое воплощение счастья. Все находящиеся рядом с ними обретают спокойствие, радость и блаженство. Разве не чудо? Мы знали, что Сюзи уникальна, но, оказывается, она почти божественна. Мы должны почитать её. Йола! Йола! Я цыганка, которая крадёт из сердца. Я Эсмиральда! А-а-а! Видишь, какой у тебя натуральный грим, Фил? Сразу напугал Эсмиральду. Ха-ха-ха! Эй, Чичи! Эта твоя средневековая коза выглядит очень странно. Ха-ха-ха! Да, Кабриус Ублисимус или нет, но я сделаю её такой, как мне нужно. Кто твой, эм, новый друг? Мне нужно срочно снимать ролик. И коза должна выглядеть, как коза, а не новогодняя ёлка. Исключено! Сюзи не объект! Мы должны оберегать её день и ночь, мои одуванчики! Эй, мы не причиним ей вреда, не думайте! К тому же, когда Чичи выиграет первый приз, Сюзи прославится на весь бой виллиш и даже больше во всём мире! Правильно, а я буду играть Горбуна. Запомните, никогда не поздно начинать кинокарьеру. Ладно, но при одном условии, Чичи, я буду агентом Сюзи, чтобы приглядывать за ней и защищать её интересы. Ура! Ай, моя виноградинка! Наша дорогая Сюзи и так вся перепачкалась. Не забывай, она посылает нам вибрации от великого единения. Если её поры забьются, как же она будет... Мама, в средние века все были грязными, а особенно козы. Тебе ведь нравится быть чемазой, да, Сьюзи? И ты знаешь, что станешь звездой, да? Эй! Тишина на площадке! Камера! Мотор! Сгорбел Нотр-Дама! Дубль первый! Сгорбел! О, нет! Спаси! Сем! Стоп! Что? Стоп, остановитесь. Сьюзи солнце светит в глаза. Так, кто-нибудь принесите солнечные очки. Стоп! Сгорбел Нотр-Дама! Дубль два! Мне начинает надоедать, что меня сбивает просто так. Я актриса, а не игрок регби. Это никуда не годится. Стоп! Стоп! Мам, ну ты хочешь испортить мой фильм? Бедная Сьюзи повредит свои нежные копытцы на этих булыжниках. Я надену ей носочки. Мотор! Послушай, Чичи, режиссер, конечно, ты, но нам следует больше снимать Сьюзи крупным планом. Она же звезда. Конечно, папа. Мы не собираемся обижать звезду. Мотор! Мотор! Погоди, Чичи, я тоже хочу крупные планы. Я гораздо привлекательней какой-то козы. Разве нет? Чичи, ты не мог бы снимать побыстрее. Эта штука чешется, я больше не могу. Мотор! Мотор! А-а-а-а! А-а-а-а! Стоп! Прекрасная мысль, луговая травка. Сьюзи как раз пора обедать. Ей надо есть часто, но понемногу. Мотор! Мотор! Что здесь происходит? Люди, эти съемки нужно прекратить. Скорее, уводим Сублисимус из этих джунглей. Иначе у нее случится нервный срыв, как у всех непонятых звезд. Верно. Уложим ее на моей кровати. Отдохнет, пока мы будем ее сушить. Мотор! Сынок, иди ужинать! Чичи, извини, но мне пора. Я голодный, как сгорбел. Прости, Чичи, но я больше не могу. Горб натерла, и руки байлят. Очень устала. Керли, хочешь стать кинозвездой? Ты сыграешь козу Эсмеральды. Так и сделаем. Мотор! Ну все, стоп! Сдаюсь, все кончено. Мой фильм накрылся. Ты не можешь просто сдаться. Ты же Стофу. Мы не такое видели. Представь лица безмозглых болванов, если твой фильм удастся. И ребята из Горбел Энтерпрайзес рассчитывают на тебя. Да, но посмотри, даже погода против меня. Ты в этом уверен? А? Чичи, смотри. М-м-м. Ой, как же я устала. Пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да. Ровно полночь. Есть. Мотор! Он называется Ночь живого с Горбелла. Артистичность нашего Чичи расцветает с каждым днем. А все благодаря атмосфере в доме моя розочка без шипов. А-а-а-а-а-а... Ты в нерависть… Д感じ. А-а-а! А-а-а-а-а-а! А-ах! А-а-а-а! А-а-а-ах! О, браво! Великолепно! Великолепно! Прекрасно! Чи-чи-тофу! Похоже, зрители оценили твою работу не меньше, чем жюри Смелые эксперименты всегда окупаются С радостью вручаю тебе первый приз Я хочу поблагодарить Филу и Лолу Без их помощи у меня ничего бы не вышло Осторожно, ушибёшься! Кто ты такой, папа? Автор сценария Флоранс Садди Ещё же ключ со снова иголочкой А? Э-э-э, да! Он у тебя, пап? Да Если дам, расскажешь свой секрет, а? Ну, это для Билли Он пригласил меня завтра на день рождения И я пообещала испечь фантастический торт Несколько часов провозилась Но я использовала искусственные красители и... Э-э... Что значит искусственные? А-а-а! Не каждый день Билли приглашает меня к себе на праздник Его мама устраивает вечеринку в Бургер Пелос Моя конфеточка Я не могу позволить тебе есть эту отраву Это отвратительно Хабабы – главные враги наших эко-ценностей А-а-а! Что? Отраву? Да как вам не стыдно подвергать своих детей Такой идиотской промывке мозгов? Лола, держись подальше от Билли Вдруг эти ваши ценности заразные? Ха-а-а! Видите, к чему привели эти ваши экологические принципы? Я осталась с носом Мистер Хабаб прав Вы-вы-вы-эко-недотёпы! Вот! Эй, мой воробушек! И ты тоже! Мы с твоим папой против этих игрушек? Знаю! Но мне должны, Фил! Это новая игра с Гарбеол! У всех в школе есть такие! М-м-м-м! Давайте быстренько займёмся йогой Чтобы гармонизировать наши души! Хорошо? Нет, спасибо! Я лучше гармонизирую свою сама! М-м-м! Ой! Ой! О-о-о! Мой-мой сладкий сумах! Надеюсь, ты не ушибся! Нет, спасибо! Я в норме! Что-то не похоже! Что случилось, мисс? Вы явно плакали! Эй! А с чего это вдруг, мисс? Что это, а? Это с Гарбеол Макс Три Дай посмотреть! Посмотри, надо перебить всех монстров! Ух ты! Можно попробовать! Вот здорово! Класс! Папа, с тобой что-то случилось? Почему эти дети называют меня папой? О! Кстати, где я? А? То есть, как это, где? В нашем доме! А это... Твой двор! А! То есть, вон тот сарай, это мой дом! А что на крыше делает ванна? А это мельница! Тут есть вода, электричество! О-о-о! Никаких улучшений, да? Надеюсь, у папы не случилась амнезия! Дорогой! Я твоя лучшая половина! И обещаю, вместе мы найдем путь к исцелению! Вы чудесная женщина, мэм! И не хочу вас обижать, но... Ладно, я подыграю! Но если я глава этой семьи, то я намерен внести ряд изменений! Между прочим... Что? Видите? Он занимался всей этой экодребеденью только из-за вашей промывки мозгов! А теперь старина ТОФ образумился и станет нормальным, как все люди! О, кстати, пап! Куда ты делал ключ от сарая? Ключ? О, нет! Только не говори, что ты забыла это! Завтра день рождения Билли, а там мой подарок для Билли! Только не это! Твоя амнезия начинает мне надоедать! Мой сладкий! Давай попробуем новую дыхательную технику! Это будет словно рождение заново! О, великое единение! Помоги нам! О! Привет! Я Энди Пардью! Школьный друг, мистер ТОФу! Я в проезду в вашем городе решил навестить его! Но прошло столько времени, я не уверен, что мы узнаем друг друга! Не волнуйтесь! Он не узнает даже меня! А? Чичи! Этот Энди – наша последняя надежда, чтобы вернуть папе память! Иначе не видать мне ключа, а значит… Пропал подарок для милого Билли! Да знаю, знаю! Ты просто прелесть! Да, милашка! Может, было какое-то важное событие? Шок? Несчастный случай? То, что должно было запомниться папе? Э-э-э, сейчас-сейчас! Ну, конечно, его первой аварии на мотоцикле в 14 лет! А-а-а! Мой нежный каштанчик ездил на мотоцикле? Он был настоящим байкером, а с 18 лет участвовал в гонках! О-о-о! Дискотеки пропускал только накануне перед гонкой! А так веселился ночью напролет! Отличный парень! О-о-о! Я думала, ты не любишь мотоциклы, мой стройник и Борис! И дискотеки тоже! Правда? Э-э-э-э... И я даже не знаю, э-э-э... Ну, э-э-э... Как? Наша первая работа, не поверите, но мы работали на одном и том же заводе семикатов! Что? Но ты всегда рассказывал, что начинал в организации по защите природы! Думаю, мне нужно немного отдохнуть! О-о-о! Лола, идем скорей! Папа купил мотоцикл! Вот здорово! Пожалуйста, мам, дорогая, не переживай! Энди сделал мне скидку, он занимается продажей мотоциклов! Мой смышленый камыш! Не могу поверить, что ты купил этот чудовищный, неэкологичный агрегат! Ужас! Может, продемонстрируешь нам свое мастерство? В его состоянии это единственный способ активизировать его память! Я знал, что вам понравится! Поехали! Моя бесстрашная глициния! Ты не разбился? Эй, это не напомнило тебе о той аварии на мотоцикле? А, я в жизни не сидел на мотоцикле! Да, а Энди рассказывал иначе! Пап! Энди? Кто такой Энди? О, твой друг детства, папа! У меня никогда не было друга по имени Энди! Ты, байкер, ходил на дискотеке, не узнаешь свою жену и детей, а теперь ты не помнишь друга, который продал тебе этого монстра на колесах, да? Солнышко, по-моему, ты немножко нездорова. О, так это мне нездоровиться, а? Все, хватит! Я поживу у Би, пока не верну свой внутренний покой. Чем я заслужил такое отношение от вас всех? Ситуация выходит из-под контроля. Нас спасет только Энди. Попробуй отыскать его, а я займусь ключом. Иначе сегодня вечером все пропало! Эй, как дела, Билли? О, с днём рождения! У тебя же сегодня, да? Спасибо. Я хотел спросить, Энди правда продал мотоцикл твоему отцу, Тофу? А откуда ты его знаешь? А он новый дилер мотоциклов в Бо-Виллидж и лучший клиент моего отца. Не представляешь, сколько сигнализаций он на него докупил. За что я люблю тофу? Так это за то, что они проглатывают всё, кроме нормальной еды. Значит, Энди всё придумал, чтобы обдурить моих родителей. Так? Эй, они назвали меня травителем. Думал, я оставлю это просто так? Парень строит из себя мистера-эколога, но как только теряет память, начинает уплетать бургеры и покупать мотоцикл. Это доказывает, что ваши ценности пустой звон. И не больше этого. Зная твои бизнес-ценности, спорим, ты наверняка получил проценты от продажи мотоцикла. Да, папа? Да, конечно. А как же иначе? Так что папа никогда не катался на мотоцикле и не врал тебе. Это все проделки Титуса Хабаба, который надоумил Энди. Я знала, что ваш отец меня не предаст. Я скоро вернусь, моя прекрасная Бугенвилия. Если б не вы, мы бы никогда не разобрались в этой путанице. Поэтому, мой нарциссик, я разрешаю тебе пойти к Билли. Здорово! Вы классные родители! Я принесу твой подарок для Билли. А я? Можно мне оставить игру? Ну что ж, будем считать это исключительным случаем. И никакого чувства равновесия. Прости, Билли, это был твой торт. Вернее, торт для тебя. Мой папа заслужил. К тому же торт не пропал полностью, между прочим. Ха-ха-ха. 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 А-ха-ха. А-ха-ха. Ха-ха. Ай-ха-ха. Ха-ха-ха. Субтитры подогнал «Симон»